привет друзья если вы смотрели предыдущее видео то вы видели небольшую распаковку из озон да мы печем дома сами хлеб в печке делаем это уже давно не покупаем хлеб честно мы не считали дешевле это или это дороже получается но нам нравится свой хлеб так вот сегодня давайте попробуем вместе с вами испечь еще один замечательный хлеб осталось только выбрать либо это будет хлебное зерно либо это будет 8 злаков что пишут про хлебное зерно хлебное зерно экстра злаковый хлеб в котором собраны основные злаковые культуры необходимые для поддержки сил организма в течение суток а также благоприятного влияния на микрофлору кишечника организации процесса пищеварения это у нас хлебное зерно и 8 злаков честно все не могу выбрать никак что же поставить ну и 8 злаков для приготовления хлеба с уникальным сочетанием злаков культуры большим содержанием полезных организмов вот можете в принципе дальше прочитать большим количеством полезных организмов пищевых волокон которые способны урегулировать работу кишечника аксорбируются выводятся токсины из организма измедляют строение углеводов результатов что найдут уровень инсулина и глюкозы в крови некому интересный состав состава принципе похожи и я все-таки наверное склоняюсь что я хочу сделать все хлебное зерно и для выпечки этого хлеба до хлебопечки нам понадобится здесь есть рецепт пожалуйста можете поставить на паузу прочитать как делать в духовке как делать и в хлебопечке нам необходима вода дрожжи и растительное масло собственно все так давайте приступим готовки ребят нам для приготовления с вами хлеба понадобится по рецепту 270 плюс-минус 10 миллилитров воды то есть 200 60 280 я начинаю всегда с 250 ну а дальше можно добавить то есть будем смотреть по консистенции хлеба но не знаю 5 у всех разные хлебопечки хотите сделать даже не хлебопечки ну не знаю вот так заявляет производитель на я начинаю сюда 250 мы 250 миллилитров воды отправляем в чан хлебопечки дальше мы с вами добавляем одну ложку растительного масла но я делаю всегда это на глаз достаточно что мы должны с вами сделать дальше опять зависит от ваших левопечки то есть у кого-то сначала закладка сухих ингредиентов у кого-то жидких у меня жидких и отправляем смесь из пакета полностью в чан хлебопечки то есть мы заложили сами жидкие ингредиенты потом пошли уже сухие ингредиенты все что нам осталось сделать это добавить смесь опять производителя это 8-11 грамм дрожжей ну у меня вот этот тот пакетик он 11 грамм 11 грамм он меня открыт я известил тут 8 грамм дрожжей этого хватит поэтому добавляем 11 8 грамм дрожжей все перемещаемся и устанавливаем чан в нашу хлебопечку назвали незаметно переместились открыли хлебопечку и установка у меня вот такой с поворотом установка у кого-то просто вставляется но у всех опять разные модели смотрите все чан установили закрываем нашу хлебопечку ну давайте так вот и будем устанавливать программу что какие-то от воды видите пятна будем устанавливать сами программу производитель значит пишет что необходимо выбрать вес буханки 750 грамм но и цвет корочки на выбор я всегда устанавливаю цвет корочки темный вес 750 а будем все это сами делать на программе классическая это первая программа нам сейчас установлена это три часа ровно у меня три часа у всех опять по разному все запускаем и через три часа будем наслаждаться хлебом покажу что получилось стартуем покажу вам как происходит замес вот видите три часа сейчас чуть позже откроем и увидим хватает ли нам воды или не хватает буквально минут через 5-7 ребят смотрите прошло всего лишь три минуты а я в принципе уже вижу о том что воды мало видите как крутится ну не то что тяжело но все сухо тут не хватает воды сейчас я добавлю еще буквально 10 миллилитров воды все пускай это все замешивается и посмотрим что будет буквально минут через здесь будет сформироваться наш колоколь ребята прошло буквально 30 минут тесто отдыхает тесто замешивается то отдыхает то замешивать и я имею ввиду так что ждем с вами результата воды точно выше не нужно все нормально ничего к стенку не прилетает так что до встречи будем надеяться что результат нам понравится ребят прошло более двух часов до получается нет прошло практически два часа остался час 19 не буду открывать все поднимается все поднимается все поднимается все как надо будем наблюдать дальше остается 36 минут и пошел уже процесс выпечки видите все как поднялось очень хорошо все ждем окончания и вот звучит наш долгожданный звуковой сигнал хлеб готов сейчас будем доставать остужать а дальше разрезается давайте достанем ребята хлебушек достал все легко отошло все легко вышло послушайте какая хрустящая корочка видно семечки ничего не пригорело хотя корочка была стояла но может быть чуть-чуть отсвечивает самая румяная но все отлично по цвету и если хотите давайте вот снизу покажу вам горячий о как он хрустит видите все выскакивает довольно таки просто небольшая дырочка слышите все дадим немножечко его сейчас под полотенчика и дальше разрежем ребята наш хлебушек остыл сейчас вместе с разрежем видите как он слышать как он хрустящий отличный посмотрите какой разрез и на вам обалденный хлеб запах вообще супер так что пеките пробуйте и всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь и пишите свои комментарии всем добра